Здравствуйте, о текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день. Сегодня 14 июля. Ситуация в принципе стабилизируется на территории республики Саха-Якутия. Всего за сутки зарегистрировано 60 случаев, в том числе в Мирном 5, в Нерингринском 5, в Хангаласском 2. Но продолжает оставаться напряженной на территории города Якутска, где зарегистрировано 31 случай, и в Алданском районе. Сегодня мы имеем один случай летальности. К сожалению, приносим соболезнования родным и близким. Всего у нас сделано свыше 2000 тестов за эти сутки, а в целом за весь период 250 тысяч исследований. Мне бы хотелось акцентировать в первую очередь вопрос, который очень часто задается сегодня у нас на Телеграм-канале, в вопросах по поводу забора анализов. У нас с мая месяца изменилась методика, и сегодня, наработав клинический опыт и практические знания, мы сегодня уже не стремимся у каждого пациента забирать анализы в первый же день. Мы делаем анализы на 8-10 день, которые дают более информативную картину. И если есть четкая клиника ковида, которую мы уже четко понимаем и определяем, мы анализы имеем право не брать вообще. Поэтому нашему населению я предлагаю успокоиться, сохранять спокойствие, вернее, правильно сказать, и заниматься самоизоляцией в первую очередь. Извещать поликлинику, либо станцию скорой медицинской помощи, что у вас есть признаки ОРВИ-заболевания, либо какое-то недомогание, к вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать либо в дистанционном, либо в онлайн-режиме за вашим состоянием. При необходимости анализы заберут. Елена Александровна. Эта смена у нас составляет не менее 14 дней. Если говорить о домах-интернатах и о интернатах для психоневрологических больных, такая смена составляет не менее 28 дней. И хотелось бы отметить, что в Якутии такие решения приняты, в общем-то, в числе первых регионов мы приняли такие решения. И, соответственно, такой режим продолжается, как мы предполагаем, и в ближайшее время, до сентября. Сегодня в закрытом режиме работают у нас 47 учреждений и обеспечиваются все необходимые меры для того, чтобы минимизировать риски распространения инфекции, учитывая, что проживающие наши относятся к группе риска. В Томоцком психоневрологическом интернате, к сожалению, произошел занос инфекции буквально на днях. Сейчас проходит проверка по причинам заноса и, соответственно, по исполнению всех тех требований к санитарно-эпидемиологическим нормам внутри учреждения. Необходимо отметить, что это сегодня крупное учреждение, где проживает достаточно много престарелых инвалидов с множественными заболеваниями. И необходимо отметить, что на месте сегодня работает бригада Министерства труда и социального развития, введено внешнее управление. Все необходимые меры приняты, произведены дезинфекционные мероприятия. Сейчас ведется дополнительный набор персонала для усиления организации внутри учреждения. И большая работа проводится совместно с органами здравоохранения и Роспотребнадзором. Спасибо большое. Спасибо.